Военные инженеры планируют свернуть понтонный мост у Крауновки 15 ноября. Специалисты утверждают, что зимой его эксплуатировать нельзя. Вода в емкостях плавучей переправы может замерзнуть и разорвать конструкцию изнутри. Больше двух месяцев понтон связывал два берега реки после того, как Паводок обрушил старый мост. Здесь 40 детей учатся в Корсаковской школе, обучаются. До того, как моста не было, дети пошли учиться только с 12 сентября. Вопрос о переправе Крауновцы задали губернатору Приморского края. В сентябре Владимир Миклушевский лично договорился с командованием 5-й армии о размещении понтона. А теперь обещал селянам построить новый мост. Мы будем проектировать мост. Он достаточно недешевый. Он будет стоить предварительно 150 миллионов рублей. Мы обратились за помощью нашим федеральным коллегам. Они готовы нам помочь. И после того, как мы отпроектируем, то есть весной, Владимир Михайлович, мы весной начнем строительство. Да, где-то начнем строительство. Апрель месяц. По планам строительство займет еще год и закончится в 2017-м. Но жителей села не бросят в беде. Уже почти готова временная переправа. После Паводка местные предприниматели сделали здесь узкую насыпь. Примавтодор уплотнил ее, расширил до двух полос и в ближайшие дни заменит трубы в основании. Для начала определенное количество укладывается труб, чтобы можно было пропустить такой водоток. Перекрывается это плитами, подготавливается проезжая часть. Переправу осмотрела совместная комиссия уссурийских чиновников и гостей из краевой столицы. Замечания есть, но до 15 ноября подрядчик обеспечит полноценное двустороннее движение. Строители напоминают, что дорога через реку временная. Работы будут здесь не прекращаться. Они будут корректироваться на протяжении этого времени до тех пор, пока не будет установлена нормальная переправа. Недочетов здесь еще достаточно много, потому что делают запасные карманы, укрепляют подъемы, съезды. Примавтодор уже обустроил подъезды к переправе. Этим путем водители и пешеходы будут пересекать реку как минимум еще год. Так что спуск к ней должен быть максимально удобным. Евгений Талов, Анатолий Молчанов, Телемикс.